Эта собака гуляла по улице в ошейнике. Сначала я подумал, что она потерялась, и нашел ее владельца. Но через несколько дней ухода за ней мы обнаружили нечто необычное. Она часто имела слезы в глазах и много серы в ушах. Кроме того, она быстро уставала при ходьбе. У нее была грибковая инфекция, называемая малосезией, которая ухудшалась. Ее инфекции ушей также были вызваны этим. Мы следовали лечению дома в течение 14 дней в соответствии с указаниями ветеринара. Мы лечили пневмонию, вызванную лейкоцитозом, антибиотиками. Однако мы должны были следить за ней, так как у нее могли возникнуть проблемы в любой момент. Наконец, мы нашли ее настоящего владельца. Она не была так потеряна, как мы думали. Но ее трудности продолжались. Через несколько дней она начала хромать и испытывать трудности с ходьбой. Мы действительно не понимали, что происходит. Столько проблем у этой бедной собаки. Мы немедленно отвезли ее к ветеринару, чтобы проверить. Это были очень трудные дни для нас. Когда она, наконец, выздоровела, мы поняли, что у нее была остеомиелит, и это вызывало боль. Лечение, чтобы излечить ее, было очень долгим. Я действительно не понимал ее прежнего владельца. Они очень хорошо знали, что происходит с ней. А если бы ее никто не помог и не привел ее домой? Они чувствовали себя виноватыми, оставив ее позади. Лечение сработало для нее, и боль уменьшилась. Она могла снова встать на ноги. Для старой собаки будет трудно забыть своего хозяина. И она такая же, не забыла своего владельца. Она плохо спала и часто была грустной. Она не знала, почему ее оставили. Причина была только в том, что они не хотели заботиться.